Нормально, тормозов нет. Ну вот, прогрузились модели персонажей и появились лаги. Всем привет, в эфире Плохой Игрок. До боли знакомая всем неудобная ситуация с лагами в местах повышенного скопления игроков, не так ли? Элементарно, посмотреть товар на доске объявлений, закупиться патронами у продавцов и просто навести порядок на своём складе – для меня целая проблема. Раздражает не меньше всего то, что при уходе или подходе к такой безопасной зоне я сильно уязвим, так как при таких тормозах мне просто не представляется возможным дать отпор нападающим на меня игрокам. Я думаю, любой понимает, с чем связаны такие лаги. Одно ядро просто не в состоянии справляться с таким большим количеством моделей игроков. Именно моделей. Не ведь в эти модели персонажей дышать вам стало намного бы легче. Понимаете, к чему я кланю? Нет? Тогда смотрите. Администрация, сами знаете какого проекта, ещё давным-давно смотрела далеко наперёд и ввела такую функцию, как скрытие всех моделей игроков нажатием одной клавиши. Данная фича работает только в безопасных зонах. Нажатием одной клавиши вы сразу решаете проблему с лагами, а также можете спокойно подойти к доске или любому игровому персонажу, не беспокоясь о том, что в его модель как всегда залез какой-то мудак и тем самым мешает взаимодействию с ним. Для красного словца, вы помните, сколько неудобств приносили такие игроки в той же тюрьме, когда из-за этого собиралась очередь у хромцова за камнями? Войдёт в него какой-нибудь игрок и никто не может взять квест. Почему спустя 5 лет до сих пор эти модели как призраки и можно проходить сквозь них? Это же такая простая вещь, сделать их непроницаемыми, поставив галочку в редакторе. На крайняк на месте модели всегда можно было бы поставить невидимый цилиндр, который бы препятствовал сквозному прохождению игроков. Возвращаясь к функции скрытия моделей, почему бы не ввести её в нашей любимой игре Stalker Online, раз игру всё равно тянет только одно ядро и то, наверное, пушечное, и нужно как-то выходить из положения. Нажал на кнопку и спокойно занялся своими делами на гурмане или ушёл с него, не боясь быть застигнутым врасплох. Захотел поторговать, встал в удобное место и снова нажал, и персонажи появились. Но и тут эту функцию можно расширить, например, чтобы появлялись не модели персонажей, а только их имена. Я считаю, что при введении такого функционала игроки будут только благодарить администрацию проекта, ибо играть станет значительно комфортнее и нужно будет в разы тратить меньше времени на все эти взаимодействия с доской и складом. Неплохо было бы, если солидарные игроки, которые увидели это видео, попросили бы об этом разработчиков. Как говорится, один в поле не воин. На крайняк поддержите видео лайком и посоветуйте друзьям, чтобы его заметили. Также напишите в комментариях, что думаете по поводу такого функционала и какие варианты могли бы предложить вы. На этом закрываю эту тему. Для вас вещал плохой игрок. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok